Выгуливаем крысу по пожарному треку. Пожарный? Ну, скорее всего. Почему пожарный? Ну, потому что все эти дороги пожарные. Я хотела сказать о том, что когда заходишь на тропу, там висит такая вывеска, написано, что тут на тропе встречаются большие камни. И просят эти камни не трогать, не сдвигать с места и не переворачивать. Потому что камни служат домом для многих змей, ящериц и других маленьких животных. То есть многие из них живут под камнями или они привыкли греться на камнях. То есть не сдвигайте, не трогайте. Вот такая забота приводит. Пойдем искать камни. А смеи сидят под песком. Они спят не под песком, они скорее всего предпочтут какое-нибудь старое дерево заброшенное корягу или может быть большой камень. В траве, в норах, где-нибудь еще, но под песком. Да, Люсиндра хочет выйти поближе. О, мой Бог, ты хочешь выйти? Умывается. Она хотела выйти из клетки. Окей. Все, перешла. Люсиндра, только не навернись. Крисиндра, спасибо, Илья. А змеи могут быть на траве как сидеть? Сидеть нет, но ползать в траве точно могут. Могут, да. А змеи любят отдыхать на солнышке. То есть если солнечное пятно будет на траве, то змея может там быть. Мы идем в Royal National Park. Это самый старинный древний национальный парк Ситнея. Ему больше ста лет уже. В нем очень много треков. Находится река. И мы любим здесь очень проводить время. Ездим, наверное, всегда. Раз в два месяца точно. И что у нас крысы есть? У нас крысы. У нас есть крысы. Вот. Национальный парк, он сейчас выходит на линию моря тоже. На сегодня темпляши закрыты. Потому что из-за коронавируса. Можно гулять только у нас. Что вы делаете? Мы делаем, у нас уже привал. Это всегда у нас так, только мы выходим из дома. Дети хотят есть. Это привычка. Через 15 минут после выхода. Держи. Поэтому мы... Люха берет рэп. Люха. Скажи, кто у тебя там бегает в капюшоне? Маша. Где ты взял? Маша. Маша. Это открытое мягкое. Ты здесь нашел в лесу? Да. Какой хороший лес, продуктивный. Это следы от различных жуков или гусениц на эвкалипте. Они рисуют такие красивые штучки. Их целое много. Это следы, как когда-то здесь была кора. Но эвкалипт сбрасывает коры периодически. И когда он это делает, остаются такие следы. Вот. Это знаменитый эвкалипт. Эвкалиптов бывают в около 100 разных видах в Австралии. Эвкалипты бывают не только в Австралии, но и в других странах. Эвкалипт. 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 Продолжение следует...